Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Здравствуйте Меня зовут Вадим Родионов И звукорежиссер Родион Золотарев А сегодня на вопросы наших слушателей Согласился ответить российский писатель Автор романов «Лавр», «Авиатор» и других Евгений Водолазкин Евгений Германович, здравствуйте Здравствуйте Евгений Германович, главного героя Вашей книги «Авиатор» Иннокентия Платонова В середине 20-х годов Замораживает в жидком азоте на Соловках В 99-м его размораживают в Петербурге Он совершает такое путешествие во времени И главная идея романа «Авиатор» Это борьба добра и зла И место Соловки в романе выбрано не случайно Так как именно там, как вы сами говорили Рай и ад рядом друг с другом Вот когда начинали работать над Соловецким материалом, вы думали, что Все будет черно-белым, потом оказалось все гораздо сложнее Что вроде как монастырь – это свет, концлагерь – тьма Но оказалось все иначе, не так однозначно Вот в чем была сложность? Сложность в том, что граница между добром и злом Проходит не между концлагерьем и монастырем То есть она проходит там, это понятно Но граница проходит, как говорил Достоевский, в душе человеческой И если мы посмотрим на историю монастыря То безжалостная осада царскими войсками В 17 веке монастыря Почти десятилетняя 1676-67 годы Она, в общем, была по-лагерному Жестокой и бесчеловечной В то же время В лагере Были явлены такие чудеса Самоотверженности И высоты духа Что, может быть, это превосходит Любой монастырь То есть все зависит от человека Человек Может себя проявить В любых условиях Он может быть достойным человеком Даже в лагере А может и недостойно вести себя в монастыре А на ваш взгляд От чего это зависит? Потому что есть примеры Когда, скажем, ну если возьмем Такую стереотипную историю Люди с высшим образованием Вели себя в экстремальных ситуациях Ну, скажем так, не очень хорошо А люди без образования Наоборот, демонстрировали Какие-то чудеса героизма Есть и обратная история Но, тем не менее Вот это вот что-то другое Как вот можно описать Почему человек выбирает Ту или иную сторону Вот в каких-то ситуациях? Вы знаете, от образования здесь В общем, не сказать Чтобы многое зависело Потому что образование Это рациональный, так сказать Процесс И образованность Это результат В рациональной сфере А поступок настоящий Он в этической сфере Которая, да, может укрепляться Хорошим образованием Но не более того На самом деле Вот такие люди Как Платон Каратаев Толстовский Которые не обременены Так сказать, большим знанием Они часто оказывались Выше Действительно, как вы говорите Людей там с образованием С положением Вот Это все вещи вторичные Первичная человеческая душа Которая образование может помочь Но оно не определяет Мотивов человека А что формирует душу Вот Что является Это какое-то врожденное Все-таки Качество Или приобретенное Вот как вы это можете описать Я думаю Тут всего понемногу Но Очень многое Приобретается Знаете Вот дети Они часто Без Понимания добра и зла И дети часто злы Нет ничего хуже Детской травли в школах Это у всех народов Вот, например Замечательная американская писательница Рута Азеки У нее роман Называется Моя рыба будет жить Вот И Там Описывается Травля Почему Дети Жестокие Часто Не всегда Но часто Потому что У них нет еще Понимания Добра и зла И собственно Развлечения Между добром и злом И не случайно Заметьте В Африке Самые жестокие войска Это детские войска Когда создают Частную армию Набирают Туда детей Потому что Дети Могут Без всякого Сомнения Убить И У них нет Этого знания Я не хочу сказать Что дети плохи Все мы были Когда-то детьми Я Говорю это Отвечая на ваш вопрос В том отношении Что Ребенок Должен Набирать Набирать Вот какой-то Этический потенциал Какой-то 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 Дополнительный Груз Нравственный Духовный И Развивать То Что у него Есть Если он Не будет Развивать То он Останется Душа его Останется Не проснувшийся И В общем Он не реализует То что в нем Было Заложено Наоборот Человек Которым Было Заложено Исключительно Так сказать Мало Он может Усилием Воли Вот как Мюнхгаузен Вытаскивал Себя За За волосы Из болота Так вот Некоторые люди Делают Себя Я знаю Таких людей Вот Поэтому Здесь Соединяется И Заданность И Собственная Работа Человека Ну вот О Соловках В одном из интервью Вы говорили Следующее Соловки Это не просто Особая страница В истории нашей страны Это своего рода Модель России И все там было Доведено до предела И святость И злодейство И вот Историю с 20-х По 99-й год Можно назвать Историю России Да можно назвать Вообще Россию Местом Где святость И злодейство Было доведено до предела На ваш взгляд Вот этот временной отрезок Да Потому что Это самый страшный век В истории России И не только России Это вообще Какой-то ужасный век Причем Казалось бы Он должен быть просвещенным Это новое время Но Средневековье Которое Обычно Принято обвинять Во всех смертных грехах Оно отдыхает В сравнении с 20-м веком По количеству Злодейств И Массовых убийств В частности Вот Поэтому Ну Что говорить Сталинское время Это Наверное Самое плохое время В истории России Вообще И Это доказывает На мой взгляд Что У истории Нет В истории Нет прогресса Прогресс может быть Только в персональной сфере Внутри души Человеческой Вот там может быть Прогресс Прогресс может быть Технический В этом еще Толстой говорил Но Тот же Толстой говорил Что в нравственном отношении В отношении Народов Прогресса Нет И Эта мысль Мне кажется Верной Вот вы сказали О том Что человек Может развиваться Сам Но если посмотреть На это через призму Разных систем Опять же Коммунизм Нацизм Когда система Позволяет человеку Быть плохим И даже Поощряет это И у человека Который может быть В жизни был добрым Хорошим семьянином Отключаются эти фильтры То есть получается Что система Сильнее индивидуума В общем смысле Вы знаете Давайте разберемся Откуда берется система Она же не с неба падает Система берется тогда Когда ее ожидают Вот Ожидание Может быть разным Радостным Грустным И прочее Но Ну вот Я привожу Всегда такой пример Представьте себе Что Иосиф Виссарионович Заявляется В Лондон И говорит Ребята Я буду вашим Диктатором Ну Много ли бы У него получилось Да его бы Засмеяли Англичане И все А в России У него Эта штука Прошла Вот Значит Система Это То что делаем мы То есть Есть спрос Есть предложение Это по такому же принципу Работает Да Ну вот События в вашем романе Лавр происходит Средневековье В романе Авиатор В 20 веке И лавр и авиатор Это прежде всего Романы о времени Ну вот В лавре Это время Вечности Как вы сами говорили В авиаторе Время Несчастья В 16 году Вот вы сказали Что народ Еще не может До конца Осмыслить Это несчастье Октябрьской И февральской Революции 17 года А сейчас Как думаете Ну да Кстати Термин Несчастье Это термин Дмитрия Сергеевича Лихачева Он всегда Вспоминая Жизнь До Октябрьского Переворота Всегда говорил До несчастья Жизнь До несчастья Вот Ну Что касается Нынешнего Времени То Определенным Образом Ощущается Ностальгия В этом направлении Но я думаю Что Это Нереальное Стремление Каким-то Образом Вернуть Отчасти Это какой-то Протест Отчасти Это просто Проявление Такого Маятникообразного Движения Истории Вот Максимальный Уход От коммунизма Он оборачивается Потом Таким Плавным К нему Легким Возвращением Хотя Если разобраться Какое Здесь может быть Возвращение При том Что Загубили Миллионы Людей Никто Ж этого Сейчас Не хочет А вот Отсмысление Этого Процесса Потому что Оно Вспоминается Два Произведения Двух авторов Которые Посвящены Революции И Пост Травматическому Синдрому Бунин пишет Окаянные Дни Без Какой-то Сатиры Тэфи Пишет Воспоминания Где Она В общем-то В таком Достаточно Сатирическом Ключи Я Ничего Не слышал До этого Я хотел Сказать Что Есть Два Произведения Очень Субъективный Сейчас Выбор По поводу Революции Которая Описывает Практически Один Период В разных Немножко Жанрах Тэфи Пишет Воспоминания Где В сатирическом Ключе Описывает То Что Происходило В России После Семнадцатого Года Бунин Пишет Окаянные Дни Где В общем Никакой Сатира Нет И вот На мой Субъективный Взгляд Может быть Вы не Согласитесь Произведение Тэфи Страшнее Его страшнее Читать Потому что Вот через Призму Этой Легкости Она показывает Весь ужас Вот Как На ваш Взгляд Необходимо Подавать Этот период В литературе В искусстве Ну вот Как вы это Видите Ну Каждый Подает В соответствии Со своим Стилем И своим Пониманием Общего Не может быть Естественно Какого-то Указания О том Как Это изображать Вот Вы правы В том отношении Что То что Вот В таком Веселом Или Каком-то Легком Таком Мотыльковом Жанре Передается Оно действует Сильнее Вот Помните У Германа В Фильме Мой друг Иван Лапшин Миронов Играет Вот Примерно На такой Ноте Он Так Вот Улыбаясь С таким Бодряческим Настроением Говорит А вот У меня Жена Умерла Вот И это Конечно Случит Страшнее Чем Если бы Он Начал Там Слезы По лицу Растирать Вот Понятно Что Горе Его Настолько Глубоко Что Он Просто Не хочет Даже Туда Пускать В эти Глубины И Часто Влияние Текста Вот Я тоже Использую Иногда Этот прием Когда У меня В общем В таком Веселом Виде Довольно Жутких Вещах Говорится Ну Не веселом Но Таком Облегченном Потому что Когда человек О трагедии Трагически Рассказывает Это Подчас Имеет Обратный Эффект Но Тут Я не имею Ввиду Бунина Потому что Окаянные дни Сильнейшая Вещь Она Звая Сердитая Вот Но Очень Очень Большое Впечатление Оставляет Литература Способна Будить Людей Срывать Сердце Кожу Чтобы Чувствовать Чужую Боль Вы Однажды Сказали Может ли Писатель Быть Человеком Несострадательным Немилосердным Вот На ваш Взгляд Может Потому что Писательство Это Писательство Это то Что делается Совершенно Разными Людьми Есть Прекрасные Писатели Которые Не были Сострадателями Ну Например Набоков Вот Это Первоклассный Писатель Который Вместе С тем Особых Так сказать Да Он испытывал Раздражение Злость По поводу Революции И всего Что происходит Но Сострадательности Это не Назовешь Вот И Писатели Совершенно Разные Дело В том Что Общее У писателей То Что Они Описывают Вот Описывать Можно По-разному Знаете Как И Видеть Можно В событии Разные В свое Время Александр Петрович Довженко Сказал Двое Смотрит Вниз Один Видит Звезды А Другой Лужу Так что Тут Уж По-разному Бывает Вы Кстати Про Набоков В одном Из Интерии Сказали Что У него Вместо Очков Микроскоп И он Смотрит На ситуацию Вот В таком Максимальном Увеличении Да Но это Увеличение Патологоанатома Оно Не имеет Ничего Общего С сочувствием Патологоанатом Тоже Смотрит Очень Внимательно И Видимо В микроскоп Я не знаю Я Не стоял Рядом С Таким Человеком Но Он Разбирается В причинах Там Все Но Вряд ли Он Испытывает Какую-то Сочувствие К трупу Потому Что В общем Это уже Так сказать В данном случае Уже поздно Испытывать Евгения Нам задает вопрос Через Фейсбук Лавр Это Жизнеописание Авиатор Абсолютно Другой Жанр В каком Вам Работалось Легче Вы Знаете Я думаю Что Примерно Одинаковая Степень Сложности Жизнеописание Лавра Оно Тоже Составлялось Очень непросто Это Было Соединение Моего Вымысла С Реальной Основой Я ведь Брал Десятки Древнерусских Текстов В частности Житий И Брал Детали Оттуда И Это Тоже Такая Мозаика И Собственно Даже То Повествование Оно Нелинейно Там Есть Врезки Другого Времени И Вообще Так сказать Дело Идет К Невременности Ну Сейчас Нам Нужно Прерваться Буквально Несколько Минут Подсказывает Нам Звук Режиссер Мы Потом Вернемся Обязательно Продолжим Наш Разговор Евгений Водолазкин Писатель У нас На прямой Связи Небольшая Пауза Потом Продолжаем Оставайтесь День В день Час В час Минута В минуту Радио Полком В эфире Программа Абонент Доступен И сегодня С нами На удаленной Связи По скайпу Доктор Филологических Наук Автор Известных Романов Лавр И авиатор Евгений Водолазкин Евгений Германович Здравствуйте Еще раз Добрый день Телефоны Прямого 239 Звоните Присоединяйтесь Задавайте Свои вопросы Также пишите В фейсбуке Это можно делать На моей страничке Вадим Родионов Латинцы Родионов Черезя Мы будем Ваши вопросы Тоже озвучивать Вот вы говорите Что время Противопоставлено Вечности И события Висят в вечности Как игрушки На рождественской Ёлке По истечению Какого времени События Действительно Повисают в вечности И теряют Свою хронологическую Привязку Вот на ваш взгляд Я думаю Еще до того Как они произойдут В общем Человек Тут по-моему Такая знаете Странная диалектика События существуют Вот Но Для того Чтобы они реализовались Они в потенции Существуют Человек должен Осуществить Свой выбор И Когда он Осуществляет Выбор То это событие Загорается Как лампочка На щите Вот И Я хочу сказать Что оно Было До некоторой степени Предопределено Но все равно Без свободного Выбора человека Оно бы может Не состоялось Оно бы осталось Так вот В такой В состоянии Возможности Возможного Вот Но События Они Я думаю Вневременные А По сути То есть Здесь Вот они Отражаются Во времени Но Вот этот Выбор Он Мне кажется Вневременной И Там где нет Времени В общем Бессмысленны вопросы Когда Или что Раньше Татьяна В фейсбуке Задает вопрос Точнее Такую реплику Она написала Сюжет Лавра Отличный Настолько Что я готова Простить автору Пластиковые бутылки В 15 веке Ведь Вот как я понимаю Как раз Пластиковые бутылки Это вот этот Вот символ Времени Ну вот Как вы Можете прокомментировать То что Вот как раз Татьяна пишет Что она готова Вам простить Эти пластиковые бутылки Вот этот Я рад Что Татьяна Мне готова Это простить Вот потому что Многие мне Это Не прощают Что Меня В общем Даже Удивляет Где-то Потому что Не такая уж Это Остроумная Былазотия С этими Бутылками Это просто Знаете У Гайдена Есть Симфония С литаврами У него Так Засыпать Любили В Лондоне На Концертах И он Решил создать Симфонию Где Время от времени После тихой музыки Раздается Ба-ба-ба-бам Значит Удар Литавр Вот это Что-то вроде Удара Литавр Меня Вот что Удивляет Почему Так Изумляются Бутылкам Пластиковым В 15 веке Они Изумляются Присутствию Сленга На одной Территории С церковно-славянским Языком Вот тот язык На котором Говорят Герои Вот Это мне кажется Гораздо Более Более Удивительным Явлением Чем Пластиковые Бутылки А пластиковые Бутылки Это уже Знаете Последний Так сказать Такой Штрих Это уже Для тех Кто Ну Совсем Как-то так Трудности Уж испытывает Или очень Долго Понимает Это уже Последний Такой Удар Гонга Вот Я Пожалел В общем Что я Пластиковые Бутылки Эти Вся Было Даже Было Обсуждение На форуме Когда появился Пластик Когда появились Пластиковые Бутылки Я С любопытством Все это Читал Потому что Я даже Не знал Когда он Появился Ну явно Не в 15 Веке И я Своему Замечательному Редактору Лене Даниловне Шубиной Сказал Лена Наверное Давай В следующем Издании Лавра Уберем Про пластиковые Бутылки Если они Такое внимание Привлекают Я на него Не рассчитывал Она говорит Нет Теперь это Бренд Ну вот В Лавре Арсений Становится Юродивым Блаженным И сейчас В наше время Стало модным Называть Юродство Юродством Называть Всякий Художественный Или такой Общественный Какой-то Эпатаж Вот Подвиг Юродства Вообще Возможен В современном Миле Как вы считаете Или это Превратилось В тренд Такой Как раз Сейчас Нет Возможно Всегда Подвиг Всегда Возможно Это Очень Сложный Подвиг Это Может быть Самый Сложный Подвиг Духовное Юродство Юродство В древней Руси Называли Сверхзаконным Подвигом Потому что Были вещи Ну Законные Которые Как-то Регламентировались Были Свои Пути Аскезы Там Молчальничество Еще что-то Но Юродство Понимаете Это Особый Путь В отличие От Прочих Подвигов Где Человек Как Говорили В древней Руси Удручает Своё Тело То есть Он А сейчас Бы сказали Гнобит Своё Тело Так Так вот Он Обычный Ну Такое Немножко Забавное Сочетание Обычный Праведник Или Аскет Он Значит Он Презирает Своё Тело Он Отказывается От тела Юродивы Делают Гораздо Больше Во-первых Он Отказывается От тела Во-вторых Он Отказывается От личности Что может быть Самое сложное Для человека Он Отказывается От личности И Растворяется В Боге Это может быть Самое сложное Ну вот В средневековье Юродивых воспринимали Как людей божьих И боялись Их обижать Так как Боялись Наказания Божьего В средневековье Народ был к юродивым Милосердным Сейчас же Этого нет В людях И истинный Современный Юродивый Может вызвать Злость У людей И даже раздражение Вот Что вы думаете По этому поводу Ну в средневековье Боялись Обижать Юродивых Но обижали Вот Вот такая была Ситуация Обижали И убивали Иногда Так что То что боялись Еще ничего Не значит Люди Много чего боятся А делают Нынешние Юродивые Да Дело в том Что у нас Юродивыми Называют Не тех Авторов Перформансов И прочее Видите Разница Между Юродивым И автором Перформанса Состоит В том Что Юродивый Пытается Скрыть Свою Святость Чтобы не подумали Что он святой Он начинает быть Внешне Придурком И делает Это он Как говорят Древнерусские Тексты Бежа Славы От человек То есть Убегая От славы Человеческой Авторы Перформансов Вовсе не бегут От славы Человеческой Наоборот Они ее Активно Ищут Вот И Духовной Составляющей За этим Никакой Нет Евгения Задает Вам вопрос Через Социальную Сеть Фейсбук Из всех Своих Произведений Какое Самое Родное Максимально Выстраданное И с Наибольшим Трудом Отпущенное В мир Может быть Всякий Росток Который Я только Что Закончил Потому Что По отношению К Прежним Вещам Я чувствую Уже Большую Дистанцию Я их читаю Порой Сам Как Читатель Что-то Меня Там Радует А что-то Наоборот Мне кажется Жутким Ляпом Вот Сейчас Я закончил Роман Брисбен Может быть Это самое Родное Еще Еще Один Вопрос От Евгения Получилось Ли У вас Проснуться Знаменитым И если Да То Как Это Такой Вопрос Ну Знаете Да Получилось Проснуться Знаменитым Но Я Все Больше Думаю То есть В юности Все Наверное Мечтают Проснуться Знаменитым А С возрастом Мечтаешь Просто Проснуться Ну вот Евгений Германович Если вернуться К 20 веку Время В котором Мы живем Сейчас В духовном Плане Тяжелее Чем В эпоху 20 века Вот Как Вы считаете В средневековье Тяжелее Или нет Да Я думаю Что 21 20 21 20 Да Понимаете Всякая Эпоха Она Составляет Систему В которой Все гармонизировано И Определенные Сложности В одной Сфере Компенсируются Упрощением В другой И Более того В каждую Эпоху Я думаю Что Уровень Зла И добра Удельный Уровень Вот такой Он примерно Одинаков Просто Иногда Зло Выражается Беспределом Бандитизма А иногда Властью Вот Но вот этот Баланс Он поддерживается Вот И В общем Трудно Сказать Что В какое-то Время Живется Тяжелее В какое-то Легче Ну то есть Я Выношу За скобки Всякие Экстремальные Ситуации Вроде Сталинского Террора И там А вот Просто Среднее Так сказать Время Такое В общем Тут Можно только Вспомнить Стихотворение Кушнера О том Что времена Они выбирают В них живут И умирают Вот И Есть Свои плюсы И минусы В каждом Времени Работать Надо с тем Временем Которое Есть Собственно Об этом В части Роман Авиатор В котором Это одна Из проблем Когда человек Меняет Своё время Пусть и невольно Вот И ему кажется Что он Всё может Поменять Ему кажется Вот Настя Девочка Внучка Анастасии Она ему кажется Вторым изданием Анастасии И что это Ему вот так Дано В награду За его страдания За То что он Потерял Анастасию Что ему Дана Настя Но оказывается Что Нет Не бывает Вторых изданий Человеков Настя Совсем Другая Она Прагматичная Современная Девочка Она Довольно Тривиальна В своих Суждениях В общем Она Совершенно Не заменяет Свою бабушку Так что Человек Должен Не должен Ныть А должен Просто Каким-то Образом Адаптироваться К своему Времени А нет Ощущения Что сейчас На постсоветском Пространстве И в России В частности Вот есть Потребность В прошлом Потому что Мы Наблюдаем Наверное Нельзя Это назвать Такой Реконструкцией Сталин Но тем не менее Возвращению К обсуждению Этой личности Если В перестроечное Время В начале 90-х Сталин Вызывал В основном Такие Неприятные Ассоциации То сегодня О нем Начинают Снова Говорить Как О эффективном Менеджере Я говорю Таким Современным Языком И это Все Такой Попытка Возродить Восстановить Это прошлое Воссоздать Вот как Вы это Видите Да Меня Очень Печалит Эта Тенденция И я Об этом Писал Когда Там Возвращают Доски Сталинские Еще Что-то Вот Тут Я не Вижу Возможностей Для эффективного Менеджера Как его Сюда Инсталлировать Потому что Ну знаете Вот такой Принцип Рассуждений Ну вообще Он людей Ел По вечерам На ужин Но Вот если Не касаться Этого То был Эффективным Менеджером Ну вот Это Странно Было Случало Да И Есть Есть Случаи Когда можно Рассуждать Вот тут Он допустил Ошибку А тут Был Эффективным Менеджером Но Что Что касается Сталина То я Убежден Что здесь Нет никаких Зато Вот он был Злодей И И вот дальше Зато Никакого нет Потому что На этом Кончается То что Он Другое Дело Что Все Очень Просто Будет Если Валить Все На Сталина И Считать Что Вот Такой Упал На нас Сталин А мы Хорошие Были Вот И И он Нас Вот Испортил Научил Людей Есть Вот это Неправильно Было Потому что Сталин Его общество Было Готово Принять Почему Неизвестно Как неизвестно Почему Выбрасываются Стоя китов На берег То ли Это Коллективный Суицид То ли Еще Что Но Готовность Была Я повторяю Что Сталин Не мог Бы прийти Ни в Англию Ни в Швейцарию Там На него Бы странно Просто Посмотрели Вот А в России Он Пришелся Ко двору И Надо Понимать Что Никакая Власть Вообще Никакая На свете Не возникает Просто Так И нелогично Она Возникает Как результат Большой Общественной Битвы Явной Или Неявной Столкновения Миллионов Воль Векторов И Вот Равнодействующей Этих Векторов Является Пришедшая Фигура Вот Вы говорили В интервью Что у вас Нет политических Взглядов Но вы Интересуетесь Политикой Тем Что происходит В мире В целом Или нет Я Я Интересуюсь Не политикой Я интересуюсь Историей Политика Это действительно Передний край Истории Но Меня не Интересует Высказывание Там Политиков Меня не Интересует Их Жизнь Их Меня Интересуют События Которые Через Две Минуты После того Как Произошли Из политики Перемещаются В область Истории Поскольку Я все-таки Историк По роду Своих Занятий Я занимался Древнерусским Историческим Поискованием И занимаюсь Им Вот То Я Часто Вижу Переклички С прошлым В общем В истории Давно Уже Нет Ничего Нового И Просто Я вижу Подтверждение Тех или иных Вещей Вот Как видел их Там Дмитрий Сергеевич Лихачев Он Даже На собственном Опыте Видел Повторение Событий Вот Я Говорю Что У меня Нет Политических Взглядов Вот Что Имея Ввиду Не то Что Я не знаю Что Происходит Я знаю Естественно Я Читаю Газеты Там Еще Изредка Интернет Но Я здесь Подразумеваю То Что У меня Нет Соотнесенности Ни с одной Партией И Больше Всего Меня Отталкивает Вот Принадлежность Идея Сама Что я могу Принадлежать Какой-то Партии Вот Потому что Партия По своей Этимологии Даже Это Часть Не надо Принадлежать К части Надо Принадлежать К целому А что Это Значит События Ты Рассматриваешь Не с Партийной Точки Зрения А с Точки Зрения Общей Ну Например Пользы Страны Пользы Народа Вот Потому что Вряд ли Можно Сказать Что Одна Партия Какая-то Способна Отражать Всю пользу Народа Партия В первую очередь Борется За власть И Так было Испокон Веков Человек В партийном Так сказать Угаре Он уже Забывает Обо всей Пользе И народы И страны И стремится Только К победе Вот Что Неправильно Вот Эта Ангажированность Политики Мне Чужда Я В этом Отношении У меня нет Политических Взглядов Потому что Я не исповедую Диалоги Ни одной Партии У нас Звонок Здравствуйте Как вас зовут Алло Добрый день Добрый день Очень интересно Алина Да Слушаем Добрый день У меня такой Короткий вопрос Вот Каково Ваше мнение Господин Водолазкин По поводу Французской Революции Когда-то Я читала Фразу Родзинского Что Российская Революция Это Те круги Как по воде Которые Произошли От французской Революции Еще могу Пару слов Сказать Я прочитала Вашего Авиатора Мне очень понравилось Мне было Очень интересно Спасибо Спасибо вам Спасибо Алина Да Ну Я бы не согласился С мнением О том Что Французская Революция Что мы Так сказать Это круги От французской Революции У нас Столько Собственных Камней Падало В пруд Что Круги Могли Пойти Совсем От других Вещей И Кроме Того Здесь Вот Ведь Еще Что Всякое Большое Событие Оно Имеет Внутренние Корни Это Не потому Что Посмотрели Как Французы Делали Или Или Например Когда Говорят Что Русская Революция Произошла Из-за Того Что Там Немцы Спонсировали Ленина Или Что Советский Союз Разрушился Потому Что Американцы Такое Давление Оказали Да Немцы Спонсировали Да Американцы Оказывали Но Американцы Оказывали Давление На Всем Протяжении Существования Советского Союза Но Упал Он И Разбился Тогда Когда Пришло Во время События Были Внутренними Сугубо Потому Что Причины Простите Внутренними Были Сугубо Потому Что Идея Перестала Всякая Идея В которой Нет Истинной Основы Она Быстро Сдувается И Перестает Быть Энергетичной Вот Так И С Советским Союзом Было Что Касается Революции Переворота Семнадцатого Года То Тут Не во Французах Дело Тут Дело В том Что Народ Совершенно Опустошился За Вперед Между Петром И Большевистским Переворотом И Собственно Говорят Вот Тоже Эти Идеи Которые Лежали В основе Государственности Они Обесценились И В общем Поэтому Огромная Страна Разрушилась В течение Нескольких Дней Спасибо Вам Большое К сожалению Время Наши Программы Подходит К концу И вот Хочу Зачитать Комментарий Который Оставил Дмитрий Не вопрос Но просто Благодарность От читателя Передайте Огромное Спасибо За роман Авиатор Восхищение Даже не слогом А вот тем С каким Фантастическим Почти Невиданным Умением Евгению Удаётся Находить Потаённые Смысловые Связи И выстраивать На их основе Грандиозное Здание Текста Это комментарий От нашего Слушателя Спасибо Вам Большое Евгений Водолазкин Был у нас На прямой связи В программе Абонент Доступен Эфир Провели Анна Смирнова Вадим Родионов И звукорежиссёр Родион Солтарёв Всего доброго До свидания Спасибо До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания